Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе и оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря два фундаментальных события, за которыми мы будем следить. Это первичные заявки на пособие по безработице, релиз выйдет в 15.30 по московскому времени. В целом, после последних non-farm perils, которые оказались самыми лучшими более чем за 6 месяцев по динамике созданных новых рабочих мест, отношение трейдеров, экспертов, аналитиков, да и всех тех, кто следит за статистикой американского происхождения, отношение трейдеров именно к сектору рынка труда изменилась и улучшилась. И многие верят в то, что американская экономика при таких темпах стабилизации основных макроэкономических индикаторов реально сможет выступить локомотивом для всей мировой экономики. Посмотрим за сегодняшними заявками. Напоминаю, что каждый месяц мы разбираем 4 подобных релиза и на основании общих данных, в принципе, можем прийти к выводу, насколько хорошо чувствовал себя сектор в рамках всего месяца. Сегодня первый релиз. Также в 19.00 состоится выступление Паула, председателя американского регулятора. Сейчас его позиция для нас, для трейдеров, безусловно, важна. Последние протоколы, которые вышли накануне, это все-таки мнение американского регулятора, которое датируется прошлым заседанием. Сейчас, может быть, что-то изменилось в подходе американского регулятора. И если эти изменения все-таки есть, Паул, безусловно, должен уже сигнализировать рынку о том, будет ли ФРС дальше исключительно предан мягкой экономической политике, либо ФРС дрогнул, опять же, под давлением спекулянтов и инвесторов и тоже решил, что последний рост инфляции может затянуться. И в связи с восстановлением индекса потребительских цен, возможно, будет более уместно подумать о более ранних сроках ужесточения денежно-кредитной политики. Но возвращаясь, опять же, к тому, что происходит с долларом, с учетом такой риторики, хочу сказать, друзья, то, что вероятность того, что американский регулятор может сейчас просигнализировать о том, что думает даже, а не то, чтобы готов, там, через полгода, через год, о том, что даже думает о росте процентных ставок и сокращении программы количественного смягчения, это вероятность равна нулю. Вот сегодня я уверен, что в любом сценариях, которые мы сейчас можем себе представить касательно того, что скажет Паул, его риторика будет полностью идентична тому, что мы получили вчера в протоколах. То, что риски, они все еще актуальны. Американская экономика, мировая экономика столкнула серьезным вызовом, имя которого пандемия. То, что риски сейчас все-таки в ряде секторов и отраслей экономики заставляют регулятор не отказываться от мягкоэкономической политики. И эта мягкоэкономическая политика будет действовать ровно до тех пор, пока не удастся достигнуть целевых показателей по инфляции и по безработице. По инфляции, кстати, мы в принципе знаем, что индекс потребительских цен должен стабилизироваться в районе 2%. По уровню безработицы ФРС молчит. Какой уровень является целевым? Но я думаю, мы с вами можем пораскинуть мозгами и прикинуть, что скорее всего это значение 2019 года, то есть ставка на уровне безработицы ниже 4%. Логичный вопрос, который я периодически вам задаю, друзья. Неужели вы считаете и неужели вы думаете, что американскому регулятору американской экономики удастся добраться, выполнить вот эти две установки в ближайший год? Объективный анализ общих макроэкономических трендов показывает, что даже если к вопросу ковида мы вообще не будем возвращаться больше никогда, на восстановление американской экономики и достижение указанных целей потребуется не меньше двух лет. Поэтому я снова напоминаю вам, друзья, ФРС не с потолка взял дату и фактически год, 23-й, как период, время, когда политика может начать меняться. В связи с этим в сухом остатке сегодня у нас получается, что мы скорее всего будем снова лицезреть, слушать Паула, который продолжит топить за низкие процентные ставки и программу количественного смягчения в прежних объемах. Поэтому потенциал давления для доллара сохраняется. В целом, если сравнить текущие котировки с тем, что мы видели в ходе вчерашнего дня, изменений особых не произошло. Индекс доллара 92.40. Я считаю, что у американской валюты по-прежнему есть потенциал уйти ниже 92 пунктов. И самое главное, если вообще плюнуть, друзья, на весь вот этот фон, связанный с макроэкономической статистикой, с попыткой все-таки просчитать планы американского регулятора, есть еще одна важная вводная триггер для динамики доллара. Это движение и изменение доходности американских облигаций. И сейчас десятилетки котируются на отметке 1,66%. Это гораздо ниже, чем мы видели две недели назад. И траектория последовательного снижения, она все-таки еще сохраняется. Нужно, друзья, топить за то, чтобы десятилетки ушли ниже полутора процентов. И как только это произойдет, мы снова вернемся к развитию исключительно медвежьего тренда по доллару. И для меня это самый вероятный, самый предпочтительный сценарий. Вы знаете, друзья, как я отношусь к доллару, знаете почему. И то, что происходит в моменте, лишь подкрепляет мои ожидания того, что ставка на снижение американской валюты – это верная ставка. По золоту напротив ланги максимум вчерашнего дня 1744. Ранее мы поставили краткосрочную цель, ориентир 1750, но практически ее достигли. Цель эта точно падет и ориентированное движение выше сохраняется. Нефть 62,93, отложенный спрос. Решение ОПЕК, которое отражает тоже оптимистичные ожидания по повышению спроса. Прогноз Международного валютного фонда, который был пересмотрен с 5,5% до 6% на 2021 год. И запасы, друзья, запасы снизились на 3,5 миллиона, превзойдя релиз от Американского института нефти. Снижение запасов – еще один локальный триггер для котировок нефти. Я продолжаю оставить на дальнейшее восходящее движение и не успокоюсь, пока Brent снова не вернется в район 70 долларов за баррель. Австралиец против доллара 0,7620, цель 0,77 также без изменений. Американский фондовый рынок переписывает исторические максимумы. S&P каждый день вообще обновляет хаи. Сейчас мы в районе 4100 пунктов. Dow Jones я рекомендовал тоже покупать. 33 378 пунктов. Цель 35 тысяч. И я не удержался, друзья, на таком очевидном, предсказуемом, одноправленном ралли без каких-либо коррекционных откатов. Я усилил свою бычью позицию по фонде и купил еще и NASDAQ. Сейчас котировки 13 700, цель 14 тысяч пунктов. Ранее мы сделали целевой ориентир 13 500. Сейчас можно попробовать рискнуть, но пока рынок дает возможность зарабатывать. NASDAQ, напомню, последним из трех основных индексов американского рынка еще не обновил исторический максимум, но должен это сделать. 14 тысяч хорошая цель. Евро против доллара 1,1870. Я здесь по-прежнему, друзья, все-таки склонен полагать, что краткосрочный прострел будет еще вниз. Это не значит то, что я верю в долгосрочное снижение европейской валюты. Но я считаю, что потенциал негативного воздействия на евро из-за ситуации с ковидом в еврозоне может проявиться на финансовых рынках. Сейчас евро растет, и этот рост объясняют тем, что улучшились ожидания по темпам вакцинации в европейской экономике. Якобы по прогнозу Еврокомиссии к июню будет вакцинировано большинство населения валютного блока. Но здесь одна вводная, непростая. Это произойдет только в том случае, если все согласятся применить, использовать и привиться в вакцины от всем известной астрозеники. Друзья, столько плохого было сказано про эту вакцину, побочный эффект это ромбоз. И если оценить глобальную карту, где эта вакцина применялась и к чему привела, то очень много вот этих инцидентов с летальным исходом. Ну просто задайте себе вопрос, если бы вы были сейчас кандидатом на то, чтобы получить вакцину и привиться именно этим лекарственным препаратом на таком новостном фоне, вы бы согласились сделать эту прививку? Я вот, например, нет. Поэтому прогнозы Еврокомиссии по вакцинации хорошие это одно дело, но как будет обстоять компания в целом, совсем другое. Считаю, что в конце концов это аукнется негативным образом на динамике евро, потому что к июню не будет вакцинировано большинство населения Европейского Союза. В лучшем случае 50-60 процентов, но это максимум. Фунт, друзья, держим длинную позицию, несмотря на не совсем понятную динамику, абсолютная раскорреляция и с движениями евро, и с отношением к риску, и с макроэкономическим фоном, статистикой, даже с техникой. И трудно объяснить вообще, почему евро на таком рынке, точнее фунт на таком рынке корректируется. Но я думаю, что это временная динамика, потому что, как ни крути, впереди 12 апреля и серьезное послабление карантинных ограничений. Это должно поддержать фунт. 1.40 остается в приоритете. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока.